Севастопольский парашютный фестиваль Севастопенко, Анжела Говрова и Алексей Никонов. Здравствуйте! Добрый день! Как же прошло открытие? Расскажите, что это такое вообще парашютный фестиваль и как появилась эта традиция? Ну, это уже наша пятая традиция. Пятый год подряд мы проводим это прекрасное мероприятие. Это праздник парашютного спорта у нас в городе Севастополе. В рамках фестиваля подразумевается пять основных соревнований. Один из них — это кубок Героя Советского Союза Николая Острякова. Второй кубок, который мы учреждили, — это кубок памяти Геннадия Ильинника, нашего спортсмена, нашего же клуба, который трагически ушел из жизни. И, соответственно, он еще называется у нас кубком «Крымское небо». Одним из соревнований уже популярным в Севастополе и учрежденные кубки — это Гран-при Севастополь-2016. Вот об этом соревновании мне хотелось бы рассказать более подробно, так как такого подобного типа прыжков практически, наверное, мало где кто-то производит. Потому что это сложная работа парашютистов. Это не просто прыжок где-то на аэродроме, где-то в достаточно уютном, комфортном месте. Здесь выбираются площадки. Не всегда эти площадки спортсмены достаточно хорошо знают, хотя обязательно одно из условий проведения парашютных прыжков является осмотр площадок приземления. Естественно, организаторы и судейская бригада вносят свои новшества для того, чтобы создать определенный дискомфорт для спортсменов. Вот сегодня у нас прошел прыжок, где был слепой датчик, то есть не было мишени, указанное на датчике измерения точности, куда спортсмен должен был непосредственно дать результат ногой. И спортсмены ориентировочно брали центр сами, на глаз. Они справились с задачей? Ну, естественно, справились. Я скажу, что результаты были даже еще гораздо лучше, чем когда мы прыгали, выполняли прыжки на солдате-матросе, где стоял обычный датчик абсолютный ноль. Датчик абсолютный ноль, я хотел бы сказать в двух словах. Это датчик в центре мишени, который является 1 см в диаметре. И каждые 5 мм в сторону это штрафное очко. И вот выиграет тот, кто наберет меньше штрафных очков. Вот сегодня на втором прыжке, который мы выполняли в Любимовке, мишени центральной не было. Так вот, меня покорило и удивило то, что спортсмены с отсутствием мишени давали достаточно более лучшие результаты, чем с этой мишенью непосредственно. То есть, в любом случае, есть определенные шуточные моменты. Вчера проводили впервые в Севастополе приземление на два датчика парашютисты, то есть работали двумя ногами. Два датчика измерения, не один, а два. Тоже очень интересно. Не все спортсмены, естественно, поучаствовали, потому что у нас уже не было времени программы. Это завершение тура Оленикова осталось буквально немножко времени. И мы как бы приняли решение провести вот такой розыгрыш. Но я думаю, что, наверное, нужно дать больше спросить у спортсмена, который участвует непосредственно в этих соревнованиях, насколько это комфортно или нет. Вот Анжела Гуорова, пусть расскажет. Мне вообще интересно, как такая хрупкая девушка, которая связала свою жизнь с парашютным спортом? Спортом я, конечно, парашютным занялась давно, но во вкус вошла, можно сказать, крайне 15 лет, наверное. Сколько же лет вы занимаетесь уже? Я занимаюсь 28 лет парашютным спортом. Были остановки небольшие, детишек выражали. Но на соревнованиях такого плана я первый раз. В Севастополь приехала вообще первый раз, в Крым первый раз. И очень интересное мероприятие, очень интересные упражнения. Да, как бы не все дается то, что хотелось бы, но, в принципе, сегодня мне очень понравилось, потому что я достигла того результата, который хотела достичь. Это меня и на первую площадку ноль было, и на вторую площадку ноль, на слепой ноль. И на первой площадке тоже был нулевой результат. Мероприятие очень интересное, и я так думаю, что если будут приглашать, буду еще приезжать обязательно. Слушайте, а каким он был, ваш первый прыжок, можно узнать? Первый прыжок уже, конечно, тяжело вспомнить, но я помню, что было очень холодно. Это было 26 декабря перед самым Новым годом, где-то было порядка 30 градусов, ждали, когда согреется воздух, но он не грелся, мы все равно его прыгнули. Но, наверное, было страшно в тот момент. А как получилось так, чтобы влебились в парашютный спорт? Чем он вас так покорил? Ну, как любой вид спорта, любой спортсмен, мне кажется, движется именно своей амбициозностью, именно занимать места, потому что нельзя быть спортсменом, не мечтая стать чемпионом. А как ваши близкие реагируют на такое немножко опасное увлечение? Мама очень спокойно реагирует, она надеялась, что я прыгну один раз, испугаюсь и больше не пойду. Ну, это не оправдала я ее надежд. Ну, у меня вся семья прыгает, у меня муж прыгает, и ребенок прыгает. То есть у вас целая династия уже? Да, мы все прыгаем. У нас есть небольшой видеоматериал, давайте его посмотрим, а после вернемся к беседе. Ильша Трамов на состязаниях представляет Республику Башкортостан. В Севастополе он впервые. За плечами у него около двух тысяч прыжков и 15 лет занятий парашютным спортом. Несмотря на большой опыт выступлений, условия для спортсмена все равно не совсем обычные. Площадка для приземления находится в самом центре площади перед памятником солдату и матросу. Здесь, как бы, условия такие довольно-таки интересные. Побережье Черного моря. И, как бы, такое первое впечатление, как бы, тоже такое необычное море, суша. Ну, конечно, на знакомом аэродроме прыгать гораздо легче, более спокойно. Тут есть какие-то все равно волнения все-таки и место такое, и кругом, как бы, и бетоночка, и первый раз. Необычные условия прыжков отмечает и парашютист из Казани Вячеслав Пачколин. Спортсмен говорит, пока фестиваль складывается для него не так удачно, как хотелось бы. В первую очередь здесь принижение 80 метров, там мы взлетаем на 80 метров выше. Вот, поэтому расчет идет, бостомер сам не переключается, вот, есть такой нюанс. А так, по ветру, по погоде, все точно так же. Итак, прыжки выполняются все с той же высоты, что и обычно, с тысячи метров. Самолет доставляет парашютистов с аэродрома в Юхариной балке к окрестностям над памятником солдату и матросу. Но, в отличие от первых дней фестиваля, свое мастерство здесь демонстрируют уже не 60, а 40 парашютистов. Дело в том, что слабейшие спортсмены по регламенту соревнований уже не могут участвовать в прыжках в пределах города. Да и требования к выполнению упражнения на точность поземления стали жестче. Теперь фиксируется погрешность не на 1 сантиметр, а всего на 5 миллиметров. Главный судья соревнований Анатолий Сырчин отмечает, сейчас от парашютистов требуется демонстрировать результаты мирового уровня. А это некоторым участникам фестиваля удается. Четыре было фестиваля, вот это самый высокий уровень парашютистов. Потому что здесь Казахстан, даже мастера спорта международного класса, чемпионы Азии, всей Азии. Не просто Азия, это очень большое, будем понять, континента. Наши парашютисты, абсолютно те, кто идут по нулям, есть нулевые результаты. По три нуля уже есть у человека, который точно в цели. Если общий уровень выступления парашютистов на этом фестивале высок, как никогда, то для севастопольских спортсменов он пока складывается наименее удачно. Хотя еще все впереди, еще очень много кубков, которые будут разыгрываться дополнительно. Но в общей сложности мы имеем второе место в кубке памяти Олейникова. Хотя это были традиционные наши призовые всегда места. Мы отдали свое лидерство в данный момент. К сожалению, мы потеряли борьбу в командном первенстве кубка Острякова. Но в личном первенстве у нас еще есть надежда. Мы, опять же, ожидаем, что у нас будут какие-то награды обязательно в составе нашей командной копилки. Поддержку в организации севастопольского парашютного фестиваля активно оказывает правительство города. Хотелось бы выразить огромную благодарность правительству города Севастополя, прежде всего нашему губернатору Дмитрию Владимировичу Овсянникову и начальнику управления по делам молодежи и спорта Чалому Валерию Александровичу. Потому что все было сделано как положено, на высочайшем уровне, и средствам массовой информации, и, скажем, все необходимые, скажем, поддержки в нашу сторону были правительством организованы. В пятницу парашютисты завершили прыжки в районе памятника солдату-матросу и переместились в район пляжа Учкуевка. В субботу спортсмены будут приземляться на центральной площади города, а в завершающий день фестиваля в воскресенье на 35-й береговой батарее. Святослав Данилов, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. Хотелось бы подробнее узнать о программе фестиваля. Тут уже было сказано несколько слов, но хотелось бы услышать ваш комментарий. Завтра состоится, наверное, один из самых серьезных дней. Потому что завтра будет исторический прыжок, мы его проводим второй раз. Прыжок этот посвящен памяти адмирала Никонова. Адмирал Никонов был градоначальником нашего города Севастополя в 1876 году. И вот у нас в гостях присутствует потомок адмирала, его прапраправнук Алексей Алексеевич Никонов. Я думаю, что ему нужно предоставить слово, а я потом расскажу о программе соревнований. Обязательно мы все тонкие моменты обсудим. Спасибо, Сергей Морисович. Ну, я праправнух, а не прапраправнук. Хотя такой тоже у него есть. Это мой сын. Для меня было в семейных преданиях, что один из наших предков, в общем-то, получил золотое оружие, жрук государя-императора за оборону Севастополя. И приехав сюда на конгресс неврологический, я невропатолог, я приехал в Севастополь, и очень милая дама из музея Севастополя представила себе Никонов. Она говорит, что потомок пришел к вам, пошел к научным сотрудникам. Я зашел, мне объяснили, что да, действительно, мой прапрадед по указанию Нахимова затопил свой корабль Варна на входе в Севастопольскую бухту. Со всем своим оружием и подчиненными он перешел на третий бастион, где ни одного дня из полутора лет обороны не уходил с бастиона. Одним из последних он ушел по наплавному мосту, покидая Севастополь. Потом он работал в достаточно серьезных юридических инстанциях. Один из первых отменил телевание матросов по Петровскому указу, простых матросов, разбирался честно. Его очень любили и офицеры, и матросы. Потом он был назначен городоначальником над городом Эдпортом. А в свои дни, в возрасте 90 лет, он закончил главой военно-морского суда России. И для меня очень приятно было, я вот каждый год возлагаю цветы к батарее Никонова. Есть такая доска на третьем бастионе. И вот в силу того, что я много лет по своей консультативной работе связан с различными структурами, вот меня пригласили сюда, и для меня высокая честь представлять здесь свою семью, своих предков. И мне это очень радостно. Спасибо. Мы очень рады, что вы к нам приехали. Давайте вернемся к программе фестиваля. Завтра у нас 20 участников, самых сильнейших, скажем, по отборочным турам, примут участие как раз-таки вот в этом прыжке памяти. Мы назвали прыжок памяти двух адмиралов, потому что прыжок состоится на площади Нахимова и в память адмирали Никонове. Программа очень сложная. Почему? Потому что сама площадка, да, она прыгана, она уже известна нашим парашютистам севастопольским, но гостям города это абсолютно новое место. И ребята ездили, смотрели площадки. Я думаю, что они имеют определенный опыт подготовки, потому что здесь, скажем так, уже к финишной черте подходят самые серьезные, такие как Анжела, мастера спорта международного класса, мастера спорта. Есть люди, очень заслуженные, чемпионы мира, Европы, чемпионы России. Но все равно, вы понимаете, что работа на незнакомом месте, особенно ветровая составляющая, когда все закрыто деревьями, сооружениями, там у нас стоит дом Москвы, естественно, памятник, какие-то провода. То есть это откладывает определенную ответственность на парашютисте, чтобы не только безопасно отработать на эту площадку, но еще и дать соответствующий результат. Это очень сложно. Такая же площадка, одна из сложных площадок в нашем городе является и солнечные часы. Мы постоянно в любое празднование города или там мероприятие День ВДВ город наблюдает посадку парашютистов. Но когда они приземляются с флагами самостоятельно, это одно. А когда ты работаешь на ограниченную площадку, и перед тобой стоит задача показать результат, это совершенно другое. Парашютист — это натура очень интересная. Он порой иногда с борьбой за результатом не будет думать о безопасности своей. Но это все вместе. И спортсмен, и парашютист, и все здесь сложно. Здесь очень сложно. Наверное, в каждом виде спорта присутствует самопожертвование собой. Но здесь есть некоторые моменты, которые прежде всего оказывают на то, что человек не птица, что в любой ситуации он может понадеяться только на работу своей техники и своих навыков, которые он получил на протяжении определенного времени становления как парашютист. Поэтому завтра очень важный день. Я думаю, что завтра все 20 человек покажут свои нужные результаты, и жители нашего города увидят исключительно красивую работу. Мы будем надеяться, что все пройдет успешно. Желаем вам успехов, здоровья, всего самого-самого лучшего. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. До свидания. Напомним, у нас в гостях были Сергей Остапенко, Анжела Говорова и Алексей Никонов. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok